Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии я, Анна Глазунова. Наша съемочная группа собрала для тебя самые интересные и актуальные новости. Итак, смотри сегодня. Тему современное телевидение между национальным и глобальным обсудили в Казанском федеральном. Непроглядная метель пришла в стены Альма-Матер. Красоты много не бывает. Мисс Казань Камиля Харисова поделилась впечатлениями о конкурсе Мисс Россия 2017. 27 апреля в Иннополисе состоялся российский венчурный форум. Во время ярмарки гостям был представлен стенд Инженерного института Казанского федерального университета. На участие в форуме подали заявки 444 инновационные компании со всей России и еще 11 стран мира. Также 27 апреля Казанский федеральный посетил мэр Риги Нил Ушаков. В программу визита вошла публичная лекция для студентов, посвященная Латвийской республике. Подробно об этих мероприятиях вы узнаете в нашем следующем выпуске. О современном телевидении в рамках международной конференции говорили в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. О самых интересных событиях расскажет наша съемочная группа. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялась международная научно-практическая конференция. А тему конференции обозначили как современное телевидение между национальным и глобальным. Телевизионная тема, она всегда особенная, она всегда привлекательная, прежде всего, потому что само телевидение было, есть, еще долгое время будет одним из главных, основных ударных инструментов на медиапространстве. Здесь поднимались острые проблемы, важные темы, говорилось о современном телевидении и вызовах времени, о том, слышат ли телевидение общество и многом другом. Своим опытом со студентами-журналистами делились эксперты в области телевидения, поэтому эта информация была для них очень ценной и важной. Мы же понимаем прекрасно, что упрощенное, грубо говоря, низкий стиль, стеб и то же самое гопничество в той или иной форме, оно воспринимается, усваивается аудиторией гораздо легче, чем так называемый высокий стиль или что-то требующее работы ума, работы души и определенной подготовленности. А телемост «Казань-Москва-Ростов-на-Дону» под лозунгом «Навстречу друг другу» показал о серьезных возможностях студенческих медиа-центров. После телемоста в рамках конференции состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Международной ассоциацией студенческого телевидения МАЗ. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Сегодня цифровые технологии играют важную роль в жизни человека. В Казани развитием IT-индустрии занимается технопарк «Идея». Генеральный директор организации Сергей Юшко и Иван Бортник встретились с учениками лицея имени Лобачевского. Встреча прошла в рамках деловой конференции. 26 апреля состояла встреча юных учеников лицея имени Лобачевского с организаторами форума «Наш Татарстан». Иван Бортник, советник генерального директора фонда «Содействие инновациям», отвечал на вопросы ребят и рассказывал о тенденциях развития цифровых технологий. Сергей Юшко рассказал о деталях молодежного форума. Мы приглашаем детишек туда, отвезем, покажем им компании-экспоненты, покажем вообще, что такое венчурный бизнес, для чего это, как. Расскажем о программах фонда «Содействие инновациям», для того, чтобы они уже сейчас вошли не только в олимпиадную деятельность, но, может быть, кто-то захочет изъявить такое желание стать инноватором и посмотрит программы фонда «Содействие», оформит какие-то заявки. Я знаю, что при федеральном университете создана школа, которая ориентированная как раз на фонд «Содействие инновациям». Лицеисты презентовали собственный научный проект организаторам форума. Ученики проводили исследования, опросы и предоставляли результаты в графическом виде. Мероприятие проходило в рамках деловой конференции. Ребята отвечали на уточняющие вопросы Ивана Бортника о своих инновационных проектах. Сколько у вас такого проекта? Три месяца. Три месяца. После конференции организаторам форума устроили экскурсию по исторически важным местам, где в ходе диалога с сотрудниками учебного заведения выяснились интересные факты. Напомним, 27 апреля пройдет финал форума «Наши Торстан». Участники получат возможность презентовать свои проекты, получить грамотную оценку и в отдельных случаях государственную поддержку на реализацию идей. Влада Крайнова, Леонард Давлитьяров, Универ Ньюс. 27 апреля в Казанский федеральный университет с визитом приехала делегация Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Что было на первой встрече, узнаешь в нашем сюжете. Между Россией и Латинской Америкой связывают тесные связи как на производственном уровне, так и образовательном. Институт международных отношений истории Востоковедения КФУ три дня будет принимать гостей из Института Латинской Америки Российской Академии Наук. В ходе визита состоялся научно-образовательный семинар «Российская и бюроамериканистика. Традиции и перспективы». Есть интерес российских предпринимателей при выходе на рынки стран Латинской Америки. Есть интерес в инвестиционном сотрудничестве. Есть интерес с латиноамериканской стороны в поставках различной продукции на российский рынок. Мы считаем, что в современных условиях это направление сотрудничества сейчас нужно развивать, усиливать, укреплять. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. Праздник поэзии в Казанском федеральном университете включил в себя не только мероприятие, приуроченное ко дню рождения Габделлы Тукая. Также в этот день состоялась презентация новой книги от Рината Мухмадиева. О чем это произведение узнавала Аделя Шамилова. Что я полезного, что я хорошего сделал на этом свете, всему имеет прямое отношение именно наш родной дорогой университет. С трепетным теплом и неподдельной искренностью вспоминает свои студенческие годы выпускник Казанского университета и известный татарский писатель Ринат Мухаммадиев, который посетил Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В рамках визита состоялась презентация его нового художественно-документального романа «Непроглядная метель», сюжет которого ярко отражает судьбу взаимоотношений татарского и турецкого народов. Столько войн было, столько нерешенных проблем было и есть, но тем не менее мы очень близки, и нас просто раскидать или забыть эти взаимоотношения в сегодняшних условиях невозможно. 15 апреля в Москве объявили победительницу конкурса «Мисс России-2017». Республику приехали представить мисс Татарстан и мисс Казань. Своими впечатлениями с нашим корреспондентом поделилась Камиля Харисова. 15 апреля в Москве объявили обладательницу титула «Мисс Россия-2017». Татарстан на конкурсе представляли победительницами «Мисс Татарстан-2017» 22-летняя Зульфия Шкрафеева и мисс Казань-2017, 20-летняя Камиля Харисова. В течение месяца девушки жили в отеле в изоляции от семьи и друзей. Три с половиной недели мы жили в Подмосковье в загородном отеле. Была очень жесткая дисциплина, то есть у нас было ежедневное расписание, которое состоялось из определенного графика, то есть кроме как завтрака, обеда и ужина. У нас были тренировки, какие-то выезды иногда, иногда мы встречались с кем-то опять же, мастер-классы. Но если была какая-то развлекательная программа, тем не менее мы шли на тренировки. Тренировки никто не отменял. По словам Камиля, девушки всего за один месяц стали очень близки. Они пытались всячески поддерживать друг друга и оказывать помощь. Финал конкурса проходил на сцене концертного зала «Барвиха Лакшери Уилледж». День начинался с репетиций, с примерок, с макияжа. На самом деле очень быстро все прошло. Несмотря на то, что мы рано встали, все будто бы за секунду закончилось. С Зульфьей мы вообще поставили общий национальный номер, когда был конкурс национальных костюмов. У нас было разделение такое. Я рассказывала про древнюю Казань, древний Татарстан, и привезла в подарок дирекции коллекцию оригинальных монет, которая состояла из двух древних монет и четырех оригинальных, которые, конечно же, посвящены Казани. А Зульфья посвятила свою часть выступления современности. Она рассказала об Иннополисе, привезла в подарок робота. По словам Камели, конкурс для нее был некой проверкой, и самой главной соперницей для нее была она сама. Стоит отметить, что к своей мечте она шла с 15 лет, проходя раз за разом кастинг на Мисс Татарстан. Национальный конкурс Мисс Россия основан в 1927 году в Париже. Сейчас проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Отборочные туры проходят в 85 регионах страны. В кастингах принимают участие более 75 тысяч девушек. У конкурса есть эксклюзивные права на представление страны на крупнейших международных конкурсах красоты. Мисс Мира и Мисс Шеленная. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.